Пустоту, в которой по тебе скучаю, Я без память с тебя бреду. Это имя твоё, леденцом защиткой, Одинокий путь мой, с красин долгой зимой. А вот я снова один, теперь уже навсегда, Сам себе господин и покорный слуга. И весь мир прахом разлетится, Если ты ответишь нет, век навеки обратится. Лютой тьмою белый свет, сердце пламенем плавит, Освещая пустоту, в которой по тебе скучаю, Я без память с тебя бреду. И только имя твоё сохраню навсегда, Сердце и на устах, и в дурной голове. Скажи мне, более каких сил смогу тебя вернуть, Пойдем заново путь ошибок, что сотворил. И весь мир прахом разлетится, Если ты ответишь нет, век навеки обратится. Лютой тьмою белый свет, сердце пламенем плавит, Освещая пустоту, в которой по тебе скучаю, И я без память с тебя бреду. Еее! Вот на такой позитивной ноте ребята просто импровизировали. Мы начинаем. Итак, дорогие друзья, фотокросс против фотоэкстрима. Сегодня у нас участвовало пять команд, Они прошли все этапы. Фотокросс сначала, потом они прошли фотоэкстрим. И прямо сейчас мы увидим все, что они наснимали сзади. Что? Да, порнушка, да, все правильно. Здорово, парень. Вот. Поднимите руку, кто никогда не видел порнуху и не знает, что это. Я! О, боже! Покажи! Он среди нас! Покажи! Среди нас. Покажи! Да, переходите к делу. Итак, начнем, как обычно, с рекламы. Вот. Тренинговый центр ВИТА поможет вам стать успешными. Тренинговый центр ВИТА объявляет набор на тренинг. Оратор нового поколения. Вас услышат тысячи людей. В общем, Татьяна Салехова может классно научить разговаривать вас. Смотри, у тебя вообще-то абонемент есть. Да, чувак. Да, у тебя абонемент. Все нормально. А что это стоит? Стоит? Ну, если хочешь, я узнаю специально. А, чего? Хорошо. Напиши в ВКонтакте, и все узнают. Итак, друзья, прямо сейчас вы увидите фотки с фотокросса. Сейчас сюда будут выходить представители команд и рассказывать, что у них на фотографии сделано. В это время у нас уважаемые коллеги из СУДИ в составе. Евгений Маслов. Энкаунтер. Организатор. И игрок. Сергей Шашков. Энкаунтер. Игрок-предприниматель. Виталий Портных. Энкаунтер. Организатор. И игрок. Собственно, как вы уже заметили, это парни из Энкаунтера. Они опытные, они многократно уже участвовали. И вот именно сегодня, именно они будут судить нас вот на фотокроссе. Ну что, начнем, пожалуй. Какая команда хочет быть первой? Вот выйти на сцену и просто рассказать, что они наснимали. Вот. Данил тянет руку, это команда Steve Peppers, и вот они уже готовы. Ребят, выходите к этому микрофону, я буду запускать ваши фотографии, а вы рассказывайте. Для судей ставьте просто вот оценочки, там пишите название команды и циферки, вот по дисципальной системе, вот. Как хотите, так и ставьте, чисто ваше воле. Понравится, понравилось, не понравилось, не понравилось. Да, на сцену, вот к микрофону там. Вот первая фотография, ну рассказывайте, что вы изобразили. Пока ребята ломают статю. Не фига себе. Так, как там называется? У нас есть бумажка вообще. Ну это, короче, ВИ, это фильм или что там было? У меня есть информация. Так, пардон. Российский кинематограф. Ну, это фильм ВИ. Как, наверное, видно, я тут стою, читаю его молитву. Наверное, тут тянутся кто-то по мифологии. Дальше, короче, давай. Это ведьма. Итак, следующая фотография. Новая клесница фараонов. Как вы видите, там сидит Клеопатра, а мы такие мумии ее тащим. Да, и вон сзади, вон, заметьте, там сзади такая голова мумии, он ее толкает. И так, поскольку мумии у вас сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Дополнительно вы получаете пять баллов, потому что у вас пять мумий. Ура! Вот. Вот смотрите, там за машиной еще мумия. Это я. Да. Чунга-чанга. Такие два русских парня, ну, видишь, там водка. Наверное, не очень видно, но там водка-белочка в руке. И мы такие, типа, о, две девчонки гавайские, нужно это, клеится. А, клеится. Пикап-мастер. Не надо насыщить, что делать. Рыбалок. Отчаянная, разъяренная домохозяйка ловит своего мужа-рыбака, который заплыл куда-то на водку. Та же самая водка. Поймала? Да. Поймала, видишь. Почти зубами ухватил. Хотели, чтобы зубами ухватил, но еще не ухватил. Следующая. Ни за что не поверите, но это таджики и строят Сочи. Вот, как видно, наверное, тут лыжный курорт снизу строится. Один таджик тут уже ленится, играет, ну, жонглирует, фигней страдает, короче. Ну, и сзади уже Сочи начинаются обручи, все такое. А как она, как она держит обручи? Честно, это магия, по-моему. Магия. Она применяла черное искусство после ВИИ, что-то в ней такое пробудилось. Обалдеть. Ну, ладно. Майдан. Вести с Майдана. Не вступать в Евросоюз, но я отчаянно хотел, но мне не дали вступить в Евросоюз. Видно, конечно, не очень хорошо, но там вот Евросоюз справа. Ну, и меня держат, а сзади ножом режут. Человек, который вы не делаете. Евросоюз. А, вот и у меня репортаж берут. Видишь, там, микрофон, вот-то. Это Спарта. Король говорит. Там же Леонидас это говорил. Он король Спарты, правильно? Да. Ребята, как вы считаете, это Спарта? Ну, сверху написано, это Спарта. Ну, понятно. А еще у меня в руках и щит, ну, в рюкзаках и щит. Хорошо. Есть люди, которые считают, что это Спарта все-таки? Ну, ладно, окей. Это не Спарта, чего-то. Ну, ладно, ну да, в Спарте не было лошадьей, наверное, да? Опа. Это Жуслан. Как ты понял, это вводим интернет в массы. Как там? Найди свое соединение. Как это? Ну, да, вены там все такое. Твое соединение, оно... Интернет как наркотик. Интернет всем колет, как наркотик. Короче, надо. Интернет всем колет, как наркотик. Спасибо, что повторил. Итак, это было выставить фотографии от команды Степ Пепперс. Всем спасибо. Судьи. Повторим еще раз, судьи, они у вас за спиной сидят. Я их уже называл Евгений Маслов, Сергей Шашков, Виталий Портных. Представители энкаунтера, организаторы этой игры. Мне либо придется микрофон тут стоять, либо он тут грохнется на пол. Ну, хорошо. В общем, мы предлагаем выйти на сон в следующей команде. Кто хочет выступать. Амазонка такая. Да. Внизу, внизу. На замок штативе. Блин, ниже, ниже. Вот, да. Ты за ней рукой подержался с самого начала. Да, да, да. Еее. Он догадался. Ура. Итак, кто хочет выступать следующими? Амазонки. Амазонки, прям вот как по порядку хотите выступать, да? Раз, раз. Итак, это женская команда. Только девушки? Да. Отлично. Итак, первая фотография. Так, так, это у нас новое время вместе с Майданом. Это, как сказать, кусочек из репортажа из Майдана. Там происходит революция. И вот, это, как вы понимаете, журналист. Ну, а сзади сама по себе революция. Революционеры. Что? Это микрофон. Переход-дот. Это, наверное, борются за интеграцию в Евразийский союз. Да. Это дюшеса таджики Сочи создавали. Но это уже после создания Сочи. То есть таджики построили Сочи. И спортсмены настолько их благодарны, что отдали им все свои медали. Вот такие дела. Мадаму Монопро. Хотите посмотреть? Монопро. Да. Следующая. Это оранжевый остров Чунгачанга. Это девушка сбежала из племени Тумба-Юмпа и прибежала в оранжевый остров. И продавщицу очень нравится. Видите? Прям вот, по-моему, все, короче, в тему. Продолжиться счастливо. Это самое главное. Следующая фото. Это больница. Новая колесница фараона. Но вообще похоронили ее. Фараон восстал. Все живые. Все по... Это глюк. Это больница. Просто это больница. Мупа Губкинская ЦРБ. Поликлиника. То есть это поликлиника, которая относится к ЦРБ. Это одно и то же больница. Поликлиника, в принципе. По-моему. Вот здесь написано ЦРБ. Вот потом, кому интересно, подойдите посмотреть. Да. Врач убегает, короче, от фараона. Все. Вы получаете еще дополнительный балл за то, что у вас мумия есть. Ура! Следующая. Это... Да, вы поплыли. Это Три мушкетера. В общем, это знаменитая сцена из кинофильма русского Три мушкетера. Артос, Патрос и Тартаньян. Знаете, хочу вспомнить свою молодость. Однажды с другом пошел на фильм Три мушкетера возвращения. На новый фильм. И вы знаете, это был худший фильм в моей жизни. Спасибо вам. Нет, что? Нет, спасибо за то, что вспомнили этот фильм. Это классно. Какой имен? Три мушкетера, как звали? Ухлос, Патросы. Арамис. Арамис. Это Таньян. Не важно. Нет, это правильно, что вы его обстепали. Это действительно самая какашка из какашек. Это король говорит. Король говорит. В общем, наверху это король, а вот то, что вокруг, это такой импровизированный колизей. И импровизированный. Вот, там она подняется королем. Король говорит. По-моему, все логично. Это рыболов. Это рыболов. В общем, это рыбак. Он ловит русалку на конфеты. Вот там вот на улочке это конфеты. Это жвачка. Это он надул жвачку. Это, знаете, как иллюстрация «Идеальная девушка». Знаете, от солидировки все. Это Джисла. Вот, это такой провайдер. Она всем очень нравится. И все берут у нее Wi-Fi. Она его всем дает. Дай Wi-Fi всем. Классно же. Все. Все фотографии. Спасибо большое. Это кто? Это Яны, да? Хорошо. Следующая команда выступать будет Ян, Еврей и Ко. Эти ребята готовились. Ты зачитаешь там рэпчик? Жиды! Кто же ты сказал? Он жид. Ну, это Олимпиада Сочи. Вон, два таджика. Это еврей. А это Ян. Хорошо. А, ну, в общем, суть в том, что деньги не совсем доходят. Да. Это... Ну, не дошли деньги, да? Да. На что ловят... Микрофон говорит? Да, да, да. На что ловят там... В общем, гламурных чик ловят на большие деньги. Надо было айфон подвесить. Нет, там полтинника хватит. Ладно. Красавчик. Майдан. На репортерах вон сидят, там революция. Революция? Глава на революцию. Нашка революция. Да. Итак, в следующем подкаре. Это Оранжевый остров. Это гости Стройского. И самка вон. А в самом углу самка. То есть, это что, это кокос во рту? Это худок, худок. Это худок. Отлично. Пожалуйста, а вот этот момент. Что ты с телефоном? А, ну, гости Стройского берут займы, телефон и карточку. А, понятно. Займы. Распространенный стереотип, да. Российском кино. Угадай, что на руки это. Это то, о чем ты думаешь. Я русал, я русал. Засмелось. Это... Я хотел... Мы не знаем, что это и где вы это взяли. Наверное, это Челябинский метеорит. Я тоже так думал. Следующая фотка. Внимание на глаза, укуренные, да? А что там написано? Напомните? Можно приблизить. Да там все равно не видно отсвечивание. А, так, там где бумажка сейчас? Аватар, найди свое соединение. Там написано, поэтому соединение нашла Станка и Евреи. Давай, ну так, покажем. Аватар, найди свое соединение. Да. Ты нашел? Да. Это я. А, то есть, как сцена из Аватара, то есть это... Да, да, да. Самка и я. Да. Мумии, колесница, CRB, все как обычно. У вас три мумии, вы получаете 3 балла, плюс 3 балла за мумию. Следующая. Следующая. А в шапке все-таки не мумия, да, мумия. Король говорит. Да. Это Спарта. Подождите, Спарта вот здесь, наверное, у нас здесь. Это уже войны готовятся. Смотрите, то есть, вот это все-таки, наверное, Афины ближе, а вот это вот, это уже Спарта. Но она есть, ты это признал. Нет, там, где ворсице, это все-таки, это, Олимпиаду строят. Давай так, в зале, вот, кто считает, что это Спарта? Есть желающие, так сказать? Раз, два, три, четыре, пять. Все-таки маловато, ребят, шесть. Маловато. Ну, хоть кто-то поднял-то. Ну, маловато все-таки. Нет, демократические выборы, видишь. У нас нет фальсификации, да, увы. Но все равно классная фотка, да. И главное, мы узнаем, что теперь Данчик король. Я недавно видел еще одного короля. Не будем. Итак, все, по ходу, ваши фонды закончились. Спасибо, ребят. Итак, следующая команда, которая хочет выйти сюда, это кто? Отрядка правого лида. Кто же решится? Отрядка правого вон он прячется, да? Вы что, не готовы? Вы сыграете вот камень-ножницы бумаги, это по-честному. Ну, вот, у нас тут организаторы предлагают отряду Капрала выступить. Вот, вы готовы? Отряд Капрала. Все равно надо выходить. Все равно надо решаться. Давайте всем вместе. Мы вам положим аплодисментами на мысль, чтобы вас классно было. Давай. Итак, это право. Остальные, видимо, погибли. Ну, это мы ловим Wi-Fi, по-моему, это все элементарно. Вот, эти ребята, исключение из правила, они нашли Джуслан-вывеску даже там, где нет самой Джуслана. А мы не стояли. Не, красавцы, то, что нашли ее, да. Вот, все-таки вы нашли Джуслан. Не понимаю ли Wi-Fi? Он там есть? Да. Матозе кончилось. Это колесница фарона, наверное?